Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Бабай, и мы продолжаем прохождение игры Лерсуфир 2. Так, я не помню на самом деле, где мы закончили игру в прошлый раз, и откатило ли меня назад или нет. Но вроде бы... Я в тебя верю. Вроде бы не откатило. Вроде бы тут все новое для меня. Ладно, идем тогда дальше. Какой-то рисуночек. Не могу его повернуть. Хорошо, ладно, идем далее. Интересно, что это за женский голос был, который сказал, что в меня верит. Так. Хорошо. Слышу какие-то голоса. Вот тут много чего есть посмотреть. Проснись, мистер Харди. Надо выбираться из этой прокуратой тюрьмы, пока мы не сгнили заживу. Что случилось? Что случилось? Обвалился кусок корабля? Окей. Ладно, туда мы пройти не можем. Где-то здесь я еще что-то видел. Пиратский корабль. Хорошо. Мне интересно, что, ну, если там это понятно, это могла наша дочь рисовать в прошлой части рисунки, то кто здесь рисует эти картинки? Так. Код я не знаю пароля. Может быть, на рисунке есть? Я не вижу здесь пароля к замку. Ищем тогда. Тут тоже нет ни на ремешке, нигде. Где? А, вот 115. Так. 1, 1, 5. Хорошо. Я слышал звук, как будто дверь хлопнула. Тут заперто. Не просто так там сидит этот манекен. Мы правда отправляемся? Лили. Лили, я... Зови меня капитаном Бэйнсом, мистер Харди. Запомни это имя. Квартермейстер. Не то прогуляешься по Рее. Тут история корабля рассказывается и тех, кто путешествовал на нем или что. Вот интересно, как здесь будет раскрываться история и кто будут ключевыми персонажами. Лили, я не знаю, что это будет. Лили, я не знаю. Нам надо сюда встать. Нам надо сюда встать. Да. Подальше. Что, какой-то рычаг? Окей. Это не самое страшное, что могло произойти. А почему я сразу же до конца не остановил? Давайте подойдем к этому парню. Ага, вот здесь что-то еще есть. Странно, я как-то с... Как только зашел, сразу же повернулась эта штука и потом почему-то остановилась. Мужики, что вы здесь делаете вдвоем? А ты еще и в женской шляпе. Хм? Постер. Я как бы, по идее, могу с ним взаимодействовать, но я не могу на него попасть. Хотел немножко как-то увеличить курсор, который почему-то то есть, то пропадает полностью. В результате только чуть-чуть увеличил угол обзора. Ну вот, видите, она светится, я должен как-то заюзать эту штуку, но я не могу. Ладно, короче, нет, так нет. Окей. Идем дальше. Там был еще маленький проход. Мне кажется. Или нет, и мне показалось. Я мог выйти сюда все это время? Мой дурак. Так. Эти образы, воспоминания о тебе. Они преследуют меня. Ты и так цепляешься за них? Ведь я единственный, что у тебя есть. Хорошо. Я все же взял этот постер. Так. Что это за стрелочки? Там. Это опять же что-то светится, но я не могу никак взаимодействовать с этим. Давай подойдем, посмотрим. Какая-то странная инсталляция. Так. Так. Тут заперто. Я смотрел в детстве много мультиков. Никогда ничем хорошим не заканчивалось, если кто-то вставал на кресте. Вау. Здесь была дверь. И вот эта штука была где-то там подальше, и она горела. Теперь все так же заперто. Так. Это просто прорвало трубу. Все хорошо. Так. Вот там есть дверь. Давайте я сначала попытаюсь ее открыть. Ну, она заперта. Понятно. Значит, нам же в моем случае сюда. Сигареты? А, это милок. Я вернулась, малой. Все вокруг и прочесала. И нашла, где отмечен для нас путь. Путь? Ага, наверняка его оставили другие пираты. Он приведет нас в безопасную гавань. Ну, если это отметили пираты, значит все хорошо. Значит, мы на правильном пути. И мы сэкономим на покупки фильм и игр. Ладно, шутка. Блядь. А вот это охеренно. То, что я вижу сзади тень. Интересно, откуда она падает. Я могу как-то прям сравняться с ней. Прикольно. Мурашки пробежались по коже. Так. Меня бесит то, что я не вижу курсора. Он вроде бы был в первой части. Точнее, в начале этой игры он был. Так. Записочка. Время и описание событий. 22.05. Окончание перерыва. 22.30. Последний механик покидает судно по сходням на кормовой палубе Е. 23.00. Патрулирование береговой линии у судна. 23.27. Патрулирование у зоны загрузки. Видел чей-то силуэт. Маленький, предположительно, ребенок. Пытался догнать, но никого не нашел. Запись обведена красным. 00. Окончание дозора. Хорошо. Два. Что-то мы взяли. Ладно, идем дальше. Эм, что это было? Это был какой-то клюк? Или что? Ладно. Потом взгляну на записи, что это было. Блядь. Я чуть испугался его. Я вроде как видел его, но... Странные звуки. Окей. Вот он, мистер Харти. Самый быстрый корабль в мире, готовый на всех парусах отправиться в край племени. Я не вижу парусов. Шшшш. Нам нужно попасть на борт. Незаметно. Хорошо. Так. Да. Музыка перестала играть. Остались только фоновые звуки. Но это, наверное, хорошо, потому что музыка немножко подбешивает чуток. Мужик, расскажи что-нибудь. Ты приуныл. Так. Потрюсь что вокруг меня. Давайте на максимум влево. его не произошло по максимуму вправо опять же ничего не произошло мужик то есть и также грустишь ну ладно акулы здесь заперта здесь открыто открывайся окей вариантов куда намеки у нас особо нет только я почему-то не могу туда пойти рано я нажимаю вперед но меня почему-то не пускает а тебя я почему-то не видел раньше и давайте еще разок попробуем покрутить нет ничего особо не меняется я не могу туда войти почему-то пойти может сзади вов надо было присесть я понял сундук с сокровищами просто шляпа мистер харди слишком много тут грязных псов люди я хочу домой 6 квартир мейстер твое сердце погрязло в сомнениях или охвачено пыль токим огнем это понял это сестра ну девочка с младшим братом но как я с ними связан так крючек хорошо отчего это ключик 1 идем наверх это за звук ага мужик пропал нет не пропал показалось тут просто солнышко колокольчик так мы можем кстати выпрямиться уже ну давайте позвоним в бубенцы а если вы не подписаны на канал то подпишитесь и тоже позвоните в бубенцы те которые возле кнопки подписки а если еще раздернуть больше ничего ну пока что на самом деле игра кажется намного менее страшной вот кстати вот видите есть курсор а вот вот так его нет хорошо значит некоторых моментах он все же появляется когда это нужно наверно так вот не закончил мысль по сравнению с прошлой частью эта игра кажется намного лайтовее что ли менее страшной более какой-то такой спокойной размеренной куда намеки тут все заперто ага можем здесь пройти о теперь сюда почему все стало черно-белым ну ладно мы попали в черно-белое кино так выключим записочка элитные работы по дереву от FV из сыновья выполненный заказ один крепкий деревянный сундук из цельного дуба окованный железом и дополненный кожаными ремнями и ручками для переноски способен вместить взрослого человека надеемся вас удовлетворить результат нашей работы почему они так уточнили что вместит взрослого человека это было в техническом задании нам нужен сундук который вместит взрослого человека и сон же так радио ты меня пугаешь готовься вернуться назад окей я готов тут в принципе больше некуда идти есть какая-то дверь которую совсем не видно и она все равно заперта как бы хорошо назад значит назад идем назад куда теперь но мы в любом случае на правильном пути потому что есть охранка только что прошла и и опять поменялась локация так что все все хорошо если так можно сказать в рамках этой игры так это что мы просто можем покрутить понятно понятно здесь ничего интересного так я потрогал дверь должен сработать какой-то триггер прикол этой штуки я ничего не могу или могу что-то взять чтобы использовать а вот вот тут какой-то рычаг есть в каком-то вагончике типа да это типа раскадровку когда-то так делали или что здесь нарисовано окей теперь дверь открывается да теперь дверь открылась манекены им надоело стоять и они решили уйти хорошо я тогда тоже пойду это что тут самому делать так я больше ничего не могу сделать ничего значит зажимаем любильник зажмите shift для бега а зачем мне бежать что происходит давайте побежим раз они так хотят мне опять сюда возвращает я не понял ладно хорошо а здесь заперта возможно этот рубильник как раз откроет эту дверь кстати почему-то игра если ты зажимаешь shift что за что за ага надо не попадаться под свет вот что я говорил игра почему-то подтормаживает это было просто не попадаться на свет причем что игра очень странно подтормаживает в каких-то вообще нелепых моментах и компьютер по факту спокойно ее вытягивать должен быть и не какой-то прям особо сильный первой части такого не было так записочка десять восемьдесят сорок право влево вправо я знаю это ты ее убил на самом деле это она меня убивала медленно все это время десять восемьдесят сорок главное не забыть опять сюда блин хорошо надо не попадаться на свет я думал что там уже просто закончилась эта штука но нет так свет прошел хорошо так что это за лабиринт мы просто по кругу ходим или да нет мы отсюда пришли сюда сюда туда значит хорошо дальше куда а что здесь десять десять восемьдесят сорок окей еще раз напомнили цифры ух она только в одну сторону двигается значит это не не тут надо использовать а где-то в другом месте хорошо хорошо а это получается код от сейфа 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 написали код серьезно десять восемьдесят я неправильно все делал так десять в эту сторону мне надо десять теперь восемьдесят и теперь сорок хорошо бакушка в том краю что мы видели в веки что там цветущий берег ласкает прибой боли страха обмана и гнева не зная там воспрянем мы гордо вместе с тобой коль живешь без оглядки витая в мечтах коль можешь ты строить или рушить в руках у тебя целый мир братец мой не все успел прочитать извиняйте но у вас есть субтитры можете нажать на паузу и все хорошенько прочитать себе так блин красивые декорации прикольные даже не сразу понял что это декорации так типа надо сделать круг окей а что если я не не сделаю круг это надо просветить на той штуке которую мы видели в начале хорошо записка детская скорее всего раз написано таким почерком мистер харди квартир мейстер а это очень важная должность потому что квартир мейстер доставляет экипаж к месту назначения и следит чтобы еды и рома хватило на всех мистер харди очень предан капитану и всегда выполняет его приказы потому что он капитан а не мистер харди бесстрашный лидер иногда капитан сердится на мистера харди лишь потому что заботится обо всей команде по правде говоря нижняя часть страницы оторвана это записка девочки наверное а если мы сделаем круг то откроется эта дверь то нет я почему-то думал что откроется ну ладно так хорошо идем дальше олень олень из будущего может быть ты пришел мне о чем-то предупредить неужели успел так стоп там какая-то дверь давайте остановим на кадре двери хорошо мы сможем выйти в эту дверь да прикольно круто сделано я как раз хотел сказать что мне хотелось бы вернуть цвета как раз вовремя давайте тут заперто так что в любом случае нам сюда странная фотография вот это что такое ладно я как раз хотел отвернуться ну окей ух ты прикольный плакат дурак умно валяет дурака блин прикольный плакат прикольная маска вообще супер очень круто выглядит хорошо каждого из нас своя ноша что это сказал вот это выглядит крипово и вот сейчас у меня счетчик показывает 60 фпс но эти фигуры явно двигаются ни хера не в 60 фпс ладно это лица голоса из прошлого ноша в тяжелом старом мешке так да возьмись ты пока ничего странного не замечаю на этой фотографии ладно так тут я не могу пройти значит нам надо подняться ну эти манекены крайне крипово выглядят и прежде всего нужно избавиться от нее вот зачем они добавили тени достаточно крошечной искры чтобы зажать человеческую душу это не была искра тем более не крошечная и ты поджег манекен а не душу и даже не человек там что-то есть ну пойдем поздороваемся акт созидания всегда начинается с акта разрушения пушечные ядро или что это похоже на то вот на жизнь заканчивается другая начинается а начали я должен стрелять а если я не хочу стрелять давайте попробуем пойти назад начали 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 я не хочу стрелять давайте упорно будем стоять и не стрелять вон так просто постоим ну ладно ничего не происходит чего ждать но давайте еще немножко вдруг появится еще какая-то реплика похоже похоже что нет окей я так понимаю это типа мужчина это типа женщина давайте в мужчину жизнь за жизнь нужно выбрать одну правильную правильную я сомневаюсь действуй я как бы выбрал нет ты смотришь но не видишь стреляй в нее почему я должен стрелять в нее если я решил стрелять стрелять в него ух окей история стара как мир мы можем ли мы переписать ее можем ли мы отрицать ее мы должны смотреть глубже мы должны постараться мы должны я не хочу поворачиваться мы должны мы должны что я могу пройти уже давайте я возьму пушку и потом пойду дальше нет она не берется окей почему я должен был стрелять в нее и почему кто ты вообще такой мужик почему ты не договариваешь до конца ладно окей кто это за за мигалки давайте присядем вдруг это какая-то лазерные сигнализации или что-то типа того я хожу по кругу или нет типа без разницы все равно придется пройти на 1 хорошо вот это было жутко достаточно таки хоккан такой же как и в прошлой игре только бесцветный что это за вспышки дебильный почему все опять стало черно-белым так много вопросов а так мало ответов понял возвращаемся назад мужик ты зачем в стену смотришь ладно смотри почему вентилятор вдруг ему жарко привет ты пришел проведать друга вот и целишься чувак твой друг похоже сходит с ума он почему-то залиться в пустоту ну или в нас потому что меня заставляют сюда идти верните цвета народ это какой год я не хочу играть черно-белые игры я их наигрался на на своем старом эриксоне когда был маленьким воу почему все так засвечено что происходит мужик что с тобой макей ложечка испугали хорошо пора бы уже пора бы уже мальчик создать отпор кому-то среднее тебя нужна смелость мне никогда не хватало на такое духу в отличие от нее это тот мальчик а там крысы я вот когда вижу много крыс я вспоминаю игру и зачем я это сказал все равно не помню как эта игра называется не важно за пути игра недавно выходила там тем девочка мальчика своего брата спасает от тамплиеров если не ошибаюсь там события во время чумы происходит очень крутая игра и я вспомнил что у меня там тоже очень жестко проявлялся топографический кретинизм особенно в месте где надо было поворачивать короче короче забейте не важно лишь один из нас знает что нужно сделать лишь один знает что на кону а другому знать не обязательно и понимать не обязательно только слушать и играть роль вообще-то я бы тоже хотел знать понимать и так дальше не обязательно он говорит слушайте там тоже была дверь она открывается если бы хорошо идем сюда фонарик лили там в темноте кто то есть эй кто то здесь проклятие черт у нас начальнику так приспичило пускай сам проверяет помните мы смотрели отчет от охранника который которому показалось что он видел мальчика он дальше не пошел потому что за ссал потому что у него фонарик упал и разбился окей что дальше опять кресси музыка ускоряется улыбнитесь сейчас будет скример давайте я не знаю что мы включаем но мы что-то включаем просто подняли преграду которая прикрывала нам путь я должен убегать от этой херни или нет я че то не понял груз умирает много раз до смерти продолжить я типа умер и что это только что был я должен был бежать от него наверное да ну вот окей мы разворачиваемся ага да все теперь понятно я понял значит по этой игре у нас уже есть ай-яй-яй блять это было стремно окей я думал что он просто по скрипту перестал бежать за нами но нет не перестал он бежит дальше закрой дверь я не успел и кто это мне сказал только что время и прилив никогда не ждут надо просто активнее убегать а не ждать и осматриваться как и делать хорошо я намек понял все что только что со мной говорил это место подойдет скорее запирай они будут здесь минут на минуту или ли мне страшно и правильно ты же знаешь что будет если нас найдут нас вернут назад эти малыши были безбилетниками на этом корабле и они боялись что их найдут хорошо ай-яй-яй открывайся почему я застрял то это было давай 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 открывайся что происходит он меня догоняет я не хочу оборачиваться потому что я боюсь что придется заново все бежать а я не хочу дверь сзади ну твою мать его же не было откуда я должен знать когда мне надо убегать и когда мне надо закрывать дверь когда я думал что учусь жить я учился умирать как скажешь честно говоря подбешивает если прошлое игра меня постоянно радовала эта игра не особо сильно то и пугает атмосфера я здесь не такая хорошая так она еще и подбешивает честно говоря некоторыми моментами в общем пока что она меня не так сильно радует как первая часть но вполне возможно что она еще реабилитируется он по скрипту нас догоняет можем бежать можем не бежать окей я закрыл дверь это за домик охота крысы хорошо я так понял это какой-то фильм ух у нас там так много всего в инвентаре высветилось окей все снова стало цветным так тут мы не можем пройти значит нам сюда ладно друзья я думаю это лучший момент чтобы закончить серию если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии что нравится что не нравится и вообще пишите как вам игра потому что на данный момент как по мне она сильно уступает первой части и даже дополнение к первой части интересно узнать ваше мнение всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся совсем скоро до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч